здравствуйте мы продолжаем наши разговоры на политической кухне напоминаю что это совместный проект сайта слухи и факты и кабельного оператора intercom tell сегодня я алексей машкевич сижу на этой гостеприимной кухне с моим гостем как вы наверно уже догадались по моей майке главным коммунистом нашей области владимиром кленовым первым секретарем ивановского отделения кпрф и членом центрального комитета этой партии здравствуйте владимир итальевич добрый вечер владимир тач небольшое вступление вот после моей последней передачи с михаилом шором мне звонили люди и говорили что как-то я с ним резко как-то нехорошо я хочу сказать вот всем сейчас и вам в том числе что случилось это по одной причине михаил упорно уходил в сторону и не отвечал на не на один мой вопрос надеюсь что с вами все будет очень мирно так как только открыто только открыто да и я сразу тоже в порядке предисловия хочу предложить не говорить сегодня о скандалах которые сотрясали последнее время отделение ивановская разве такие были да не вдаваться в подробности на какие деньги вы купили квартиру в элитном доме и какие отношения с алкоголем у плотникова то есть мы поговорим чисто о вас и о том что интересует общественность когда речь заходит о кпрф первый вопрос правда ли что в далеком 2001 году когда депутат госдумы тогдашний валентина крутого позвала вас на платную должность помощника вы пребывали в состоянии члена партии лдпр ну я вам скажу откуда появился такой слух да действительно я не ожидал когда валентина васильев мне предложит что она предложит мне вообще работает на постоянной основе помощником депутата госдумы и там был другой товарищ уже намечен до меня но потом я когда отработал и где-то через полтора месяца мне валентина васильевна позвонила что лави то есть вы вот не хотели поработать и мать вот того человека который был намечен я об этом собственно и не знал вот она на собрании запустила этот слух что кленов было членом лдпр я прямо на собрании сказали они никого если вы сейчас не извините я подам на вас суд она тоже при собрании извинилась и вот этот слух как бы то есть этой партии и когда не мог разделять тогда главный вопрос который интересует меня и всех кто следит за процессом откуда взялся в ивановском списке господин нациевский председатель совета директоров ооо издательского дома свободная пресса член центрального кабинета кпрф человека которым в иванове не рядовые коммунисты не тем более мы не просто хочу успокоить и зрителей и вас потому что я чувствую волнение ваши неподдельные она вполне искренне и переживаете до глубины души да конечно обидно что правящая партия сегодня анализировал когда пошел на программу она выдвинула из сергиево посада троих проживающих из москвы одного проживающего 20 человек из иваново из территории области там фактически всего на всего шесть человек это никого не интересует но что у нас список сформирован именно по территориальному принципу у нас всего там девять ивановцев пять тенишемцев остальные все из территории да действительно у нас появился нациевский и именно вы подчеркнули издательский дом свободная пресса потому что как таковой свободной прессы в ивановской области нет в дальнейшем мы будем обсуждать чтобы она все-таки здесь появилась в области но ожидайте в ближайшее время возможное появление у вас конкурента а его привлекли потому мы давно искали человека нам не нужен олигарх нам нужен человек который бы изменил нашу медийную политику нациевский относится к разряду вот таких людей и если вы читали наши последние спецвыпуски да они уже работают на другую группу людей они сегодня работают на не на сторонников и коммунистов они работают на обыватели и на людей которые никогда не ходят на выборы или вообще голосуют против всех вот на этом особенно не понравился спецвыпуск посвященный владимиру гришина это не спецвыпуск этого уже будем говорить творческая работа кандидата потенциального там автонею ясно ну в любом случае раньше ивановские коммунисты отсутствие вот таких коммерческих кандидатов подавали как свою отличительную черту а сейчас видимо все вы стали настоящей партии настоящей официальной оппозиции со своим коммерческим кандидатом вы опять как друг николай викторович и плотников все коммерческая составляющая здесь не коммерческая составляющая медийная составляющая это совершенно иного уровня ролики это совершенно иного уровня газеты а в свете того что у нас скончалась выдающаяся личность геннадий капитан и шутов главный редактор эта тема сегодня как никогда встает остро и сергей олегович эту проблему будет решать то есть как приглашенный специалист он не мог работать ну просто пригласить на выбора человек ну и есть я все он разделяет вас здесь конечно и наш интерес ну и человеком работали мы не за день едва его нашли я специально ездил центральный комитет мы неоднократно встречались были другие не очень сюда и желал но все-таки мы так сказать совместно с лекси алексеевич им предложили уломали все понял а вот недавно в иваново приезжал борис к горлицкий левый такой социолог и он сказал о том что кпрф сейчас процитирую стала превращаться в лицензированное властью акционерное общество по оказанию протестных услуг населению вы согласны с этим да конечно нет ну у них ничего не остается делать там все как бы собрались ну как бы николай викторович как у вас как там и прочее лакеев которые лишились как бы своих должностей партийных и сейчас в общем хором пытаются ну как можно больше нагадить кпрф не более того ясно но вот если говорить о переменах связанных с вашим приходом местной организации до лично для меня вот поменялась такая картинка вот раньше была картинка кпрф это интеллигентное лицо ковалевой там владимира завалишина а теперь для меня картинка это откровенное хамство автанеева там и в интернете и в печатных сми не знаю это случайно или так так просто уж получилось ну да наверное у вас интеллигентская брезгливость как бы простому народу вообще это автанеев который на камре ездит это простой народ да я себе не могу позволить такой автомате ну делающим коммунистической партии она всегда была партии трудового трудового человека а я вот работал на заводе ну бывает бывает и так сказать и поднахомят и бывает рисковато выскажется но у нас ее доводит что она будет каким-то интеллигентским кружком до этого партию доводить нельзя должны быть вот те личности которые заводят которые могут участвовать в протесте которые могут собственно противостоять и полиции в том числе если вы знаете вывод не освещали что под палатку льет аммиак в родники приезжаем девушки руку выламывают вот все-таки должен расставить интеллигент конечно он не будет этого допускать у нас нормальное сочетание угла у партии не должна быть большая голова и недоразвитые руки и ноги и голова должна быть в порядке и руки и ноги и многие наши сторонники ну и люди и забывать за скриды говорят уж слишком вывод умно и правильно говорите вот нет у вас вот какого-то напорно выбор рассудит я думаю выбор раз ушло а вот что касается андрея автанеева есть такой чисто технологический вопрос только что прошли до выборов гордума я не буду спорить он там победил на это не жаски конечно что процент и совершенно нелогично и совершенно непонятное для меня решение вы его сажаете на лежнего там на против гришина почему он не идет на том округе как где его знает дубушка и собака наверно каждая знает ну дело с чем округ городскую думу он не совпадает территориально с округом ивану но в любом случае ядро то прикормлено ну у вас чисто какой-то рыбацкий подход прикормлен ну не рыбак к избирателям так нельзя говорить там прикормлено ну какая-то работа агитационно-пропагандистка проведена безусловно но дело в чем у нас сложилось там на том округе исключительно так сказать форс-мажорной ситуации мы там подобрали из южи товарища беспартийного ну предпринимателя он дал согласие поработать это самый большой и самый неудобный округ там должен быть моторный какой-то человек но только-только мы предварительно обсудили эту кандидатуру как начался на него ну скажем так наезд со стороны правоохранительных органов начали занимать технику начали там копаться в чем-то но человек будет ну не могу уже пришел и в самый неподходящий момент снял свою кандидатуру я был вынужден срочно искать мы перебрали вот три кандидатура потом вот пришла это не мне идея так сказать товарищ предложили я бы гранды может быть ты действительно возглавишь это делу то есть больше некому как павка но нет нет в принципе на том округе да понял а про следующий вопрос вот сейчас разгорается уже борьба выборы только объявлены разгорелась она даже еще до объявления выборов и все абсолютно вы единороссов обвиняете единороссы гражданскую платформу гражданская платформа всех подряд в том что все используют методы черного пиара вот только вы одни чистые все остальные вот объясните мне а почему когда вы пишете в газете что владимир гришин это политическая мумия с криминальным прошлом он готов к различным махинациям чтобы построить пристроить своих родственников на то на теплое местечко когда тот же андрей утверждает что бархонки за 20 тысяч рублей пошел в родину вот это вот это нормальное информирование населения а когда кто-то пишет о том что шуйский алексей чесноков бил свою мать когда ты это документально запротоколировано это черный пиар где разница нет что тут мне не совсем понятно почему когда вы делаете это информирование когда против вас черный пиар ну никто мне не может на это ответить я единороссов об этом спрошу нет но увидите ли когда накаляется обстановка тут действительно поступает обвинение но моя политика следующая мне навязывают вот этого некоторые товарищи скажем так навязывать и в кинешме когда работаешь то мы давайте вот начнем с этого черного пивара пиара давайте мы видеть моя позиция всегда заключается в том что нужно доносить свою программу нужно показывать свою команду показывать свои преимущества черный пиар это удел ну как бы слабых я его на вы же им пользуетесь ему я им не пользуюсь что касается вот этой рисовки но уже те люди которые изготовили и получили определенные замечали в шуе были подобными нет я говорю они получили замечания вот и то есть дальше выбор будет чисто дальше выбор с нашей стороны от нашей страны но выбор кальция но ведь на каждом одномандатном углу и каждая партийная организация наши не имеют маневры тоже одномандатник но как мы вот в понедельник и собираем всех кандидатов моя установка нужно показывать свою команду но ведь и здесь если вы говорите уж затронули при единую россию сами как бы распаляете это она черным пиаром в эти выборы не будет пользоваться потому что глупость которой они допустили с любимой газеты поливали грязью нас это было ясно что идет это от них что прокуратура вот ну не может найти этого горохова что он делает эту газету вот они поняли что вот этот черный пиар из их уст он снял у них снизил у них процент и поэтому на эти выборы они нашли две канализационные трубы которые будут лить на нас грязь от две партии яблоко и коммунисты россии они с этой задачей сейчас уже начинают справляться яблоко потеряли ясно это значит в газете коротко сколько человек вы планируете провести в думу мы вообще планируем добиться там 50 процентов и более отлично добившись 50 процентов вы будете выдвигать кандидата на председатель думы и явно это будете вы вы готовы к этой тяжелой нет это кандидатура если до этого дойдет кандидатуру мы будем рассматривать но первый секретарь председателем думы не будет ему нужно да ему на кого если не секрет вы планируете на председателя дома ну я не сторонник рассматривать гипотетически такие ситуации понял будет дело будет ну тогда последнее даже не вопрос хочу спросить у вас совета я всегда симпатизировал оппозиции вот чтобы вы не говорили про буржуазные сми первое интервью которые вы дали в иваново приехав это было интервью журналу тысячи экземпляров андрей назаров там в его вот сейчас возрождение новое политическое первое единственный янер кто с ним общался и в журнале и на политической кухне все коммунисты у меня в журнале перебивали и вдруг на этой неделе когда я зову вас на передачу вы обвиняете меня в том что я продался единой россии такой аргумент что даже горохов даже горохов критикует ее больше то есть видел мы теперь критику будем там критика единой россии в гороховых до критика гражданской платформы в я договорю вроде договорились а вы на ответ мне не оставите время нет у нас интернет бесконечный так вот у меня складывается такое впечатление что в отношениях с позицией вот нам журналистам лучше ничего о вас не говорить чтобы у людей было ощущение что у вас нет такого маразма как там в в правящей партии например да как вот вы поддерживаете это может лучше вам не выпускать вас на экран то и тогда за вас будут лучше голосовать да нет вы понимаете вы перейдете во первых я такого не допускаю беседе с вами не говорят что вы продались единой россии я говорю что мой вот поверхностный анализ не глубокий а поверхностный анализ и как бы интуитивное ощущение мне позволяют сделать вывод о том что в эти выборы уже вот допущу себе вот такое на чернушника горохова уже сегодня не ставят потому что такая непрофессиональная работа сегодня единой россии не нужно ей нужно тонкой такое лавирование ну я позволил себе внутри так сказать предположить что таким человеком можете быть вы вот и анализируя вашу последние статьи там как вы вцепляетесь за скандал который туда сгорелся с плотниковым мне конечно вот показалось что вы уже начали работать на ту сторону мы с николаем в лагерь в пионерские ездили там много личного лучше ведь я настолько глубоко не изучал ни вашу биографию не биографию плотников эти личностные факторы возможно и как будут на там личном факторе и такие появились статьи вас я всегда считал действительно журналистом независим но понимаете в таком мире независимых журналистов не может быть потому что сегодня у власти настолько много рычагов чтобы сделать всех зависимым и чтобы стать независимым надо пройти суды а может быть и посидеть несколько месяцев и заключить на желаю вам стать абсолютно независимым на этом все я напоминаю что сегодня у нас в гостях был владимир виталий кленов наш главный коммунист в ивановской области который сейчас через несколько секунд в программе по скриптум скажет что нибудь что о чем я не успел его спросить а я алексей мошкевич с вами прощаюсь до новых встреч до свидания кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхин улица октябрьская 12 мы ставим себе четыре задачи которые в составе думы мы должны так сказать провести это закон о детях войны о коррупции о сельском хозяйстве и поддержки дети семьи особенно мне я ожидал вопроса о сельском хозяйстве я вчера посмотрел передачу как проводили день поле вы представляете в конце июля пашут поле и проводить день поле как ну даже по всем сельскохозяйственным канонам нельзя в июне пахать землю пока не скосили траву пока не скосили оттаву вот деревня сейчас умирает и вот я думал что мне зададут такой вопрос зачем я вот буду проводить линию поддержки и подъема наше сельского хозяйства и возрождение деревни в деревне гибнет школа закрывает клубы закрывает и вот эту тему я с первым с кем встречусь это с главой сначала кенешемского района а потом гаврилова посадского района а потом уже и родниковского района вот в этих вот районах мне хочется что-то сделать реальное чтобы наша фракция исполнила для именно для селян именно для глубины и 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